так коллеги всем доброго дня это небольшая такая лекция 9 и 3 четверти связаны с тем что нам необходимо доказать корректность алгоритма early мы в прошлый раз с вами доказали уже корректность в одну сторону и сегодня я решил записать видео для того чтобы мы смогли доказать корректность в обратную сторону к сожалению которую я не смог довести на прошлой лекции поэтому будем считать что это у нас такая лекция 9 3 четверти давайте начнем и вспомним с того факта который мы хотим собственно доказать итак смотрите у нас в алгоритме или было понятие ситуации в которой мы говорили что у нас возможно следующая позиция мы говорили что у нас есть ситуация в алгоритме early ситуации мы обычно обозначали таким образом что из правила грамматики а у нас выводится некоторая позиции ситуация а стрелочка b и принадлежит дожитому причем важно нам сказать что а стрелочка альфа бета это некоторые правила грамматики которую мы с вами знаем и и мы хотим с вами доказать следующий вариант что если вдруг у нас в алгоритме early появилась такая ситуация появляется такая ситуация тогда и только тогда когда существует такой вывод что из штрих мы каким-то образом вывели первый префикс до позиции и замечу что у нас с вами вот это и вот это и совпадают дальше идет не терминал а дальше у нас идет какая-то последовательность терминалов и не терминала psy и далее мы говорим что из а мы понятно за один шаг выводим с вами правила альфа бета потому что а стрелочка альфа бета это у нас правила грамматики и что ни на есть важное что из альфа мы вводим подсловок от итого до житого где джит и позиция у нас совпадает с этим если мы опять же нарисуем это на картинке то мы будем получать следующую ситуацию что из-за штрих мы выводим позицию от нуля до этого а си а из пси мы с вами вводим за один шаг альфа бета давайте я буду писать внутри дерева за какое количество шагов она вводилась пусть эту мы вводили заказчиков это мы выводили за один шаг а вот это мы бессмами допустим выводим за edge шагов в и и на лекции я к сожалению неправильно сказал по какому параметру мы будем делать индукцию давайте зафиксируем сейчас по какому параметру мы будем делать индукцию, мы доказываем факт из нижнего и верхнего. Потому что на лекции мы с вами доказали, что если в алгоритме РЛИ появляется такая ситуация, то у нас существует вывод. Соответственно, сейчас нам нужно сделать все то же самое, только в противоположном месте. Давайте посмотрим, по какому параметру у нас идет индукция. Индукция у нас идет. Смотрите внимательно. Индукция у нас идет по параметру. Сначала идет по параметру G, что не есть важно. Второй параметр индукции это у нас будет L, K плюс L. А третий параметр индукции у нас с вами уже будет L. То есть сначала мы смотрим позицию внутри слова, потом мы смотрим позицию суммы выводов из штрих в А и из альфа в слово. И потом при равенстве этих двух параметров мы уже с вами будем оценивать глубину вывода из альфа в W. И давайте начнем. Значит, база нашей индукции за индукцией G равно 0, L плюс K равно 0. Ну, из этого будет, естественно, следовать, что L равно 0. А что это значит? Давайте перепишем. Мы из-за штрих за 0 шагов выводим слово с позиции с нулевой до ИТО А ПСИ. Потом за один шаг каким-то образом мы выводим правило альфа-бета и потом за 0 шагов мы выводим позицию слова от ИТОВА до ЖИТОВА. Но давайте поразмыслим. Если мы что-то выводим с вами за 0 шагов, то это значит, что у нас ничего не меняется. Из этого следует, из вот этой картинки у нас будет следовать, что S' собственно равняется V0 и АПСИ. поскольку А' точно А' у нас точно является не терминалом, то из этого будет следовать, что А равно штрих, потому что только этот не терминал у нас смог находиться в этой строке. Из этого дальше будет следовать, что у нас V0 и равняется нулю. Ой. равняется пустому слову и из этого следует, что I равно нулю. Это раз. А второе, что мы хотим с вами показать, что Альфа это тоже пустое слово. Альфа равно пустое слово, так как G равняется нулю. Можно сказать таким образом. А теперь давайте посмотрим внимательно. Во что же у нас превращается это дерево вывода? У нас в итоге вот это дерево вывода трансформируется в нечто следующее, что из S штрих за 0 шагов у нас выводится S штрих за 1 шаг из этого у нас мог вывестись только Альфа-Бета. Но у нас мы знаем, что S штрих стрелочка S единственное правило грамматики. Из этого следует, что у нас с вами Альфа-Б равняется S. Но Альфа равняется эпсилон. Из этого следует, что Б равняется S. Да? То есть мы получаем с вами, что Б равняется S. Но тогда давайте подумаем, какое правило у нас с вами появилось. Теперь мы отматываем. Мы хотим с вами, чтобы у нас появилось правило такого вида. Давайте перепишем его. Альфа у нас это S штрих. О, A это S штрих. A равно S штрих. Альфа равно эпсилон. А, B B это равно S. Получаем точку S запятая ноль, поскольку это I у нас с вами принадлежит множеству до ноль. Из этого мы с вами понимаем, что это у нас старт нашего алгоритма. То есть мы специально эту ситуацию сразу добавляли множество до ноль, чтобы она у нас с вами была. Поэтому мы можем считать с вами базу индукции доказанной. Теперь давайте переход. Переход индукции будет состоять в следующем. Давайте я специально скопирую правило наше, которое у нас было. То есть у нас есть вот такая вот вещь. Раз. Два. Так, сейчас я немножечко поправлю. А ПСИ из-за штрих. И рассмотрим последний символ в альфа. У нас может быть три варианта. Первый вариант, который заключается в следующем, что альфа штрих это точнее, что альфа это у нас некоторая альфа штрих умножен на альфа. Ой, на какой-то обычный терминал. На обычную букву. Второй вариант это альфа равно альфа штрих на а. То есть где у нас последний символ не терминал. Ну и третий вариант, который остается, если у нас последняя буква, последний символ не буква не терминалом, то альфа равно эпсил. И давайте внимательно смотреть. Я еще раз нарисую по дереву вывода, потому что оно нам понадобится. За k раз мы вводим символ от нуля до этого, потом мы вводим a, psi, потом мы за один шаг выводим альфа, бета, и потом за l шагов выводим v и gt. Итак, первый случай. Давайте рассматривать первый случай. Смотрите, значит, у нас мы знаем, что с вами альфа равно альфа штриха выводится за l шагов v и t gt. Да? А что это означает? Из этого сразу можно сделать два года. Во-первых, из альфа штрих за такое же количество шагов мы выводим символ ситого до g минус первого. А второе, что из a мы выводим v, v, gt. Из этого следует, что v, gt у нас равняется a. Это важный факт. Второй факт, который у нас с вами есть, что из a штрих мы выводим смотрите, из a штрих мы выводим из v0 и a psi. А? Есть такое. А из a мы выводим за один шаг тоже альфа штрих а бета. но но а теперь смотрите альфа штрих альфа штрих выводят v и g минус 1 за те же самые l шагов. Поэтому здесь мы по параметру смотрите, тройки какие у нас тройка g минус 1 это мы за k шагов выводим k плюс l потому что сумма количества шагов которое у нас было здесь k плюс l и третий параметр тоже l и здесь как раз играет в переходе индукции то что мы сделали первым параметром индукции параметр g из этого мы можем сказать что по предположению индукции по предположению индукции мы получаем с вами что у нас ситуация из а стрелочка альфа штрих а точка а бета и лежала в ситуации dg минус 1 это раз но вторая история что у нас vg t равно а и значит из этих двух фактов из того что наша операция операция скан мы как раз и получаем необходимую ситуацию альфа штрих а точка бета и принадлежит джитому ну а это собственно альфа мы получили что а альфа точка бета и принадлежит джитая все то есть в этом месте мы с вами показали что если последний символ у нас является терминальным то мы получаем его при помощи операции скан теперь давайте дальше перейдем к следующему пункту следующий пункт интереснее это второй шаг это у нас операция должна получиться операция комплит то есть у нас альфа штрих альфа равно альфа штрих на b давайте посмотрим у нас с вами мы знаем что из альфа мы за l шагов давайте я опять же скопирую наше дерево вывода чтобы было видно его я буду так давайте вот сюда вот смотрите альфа штрих за альфа за l шагов выводит v it gt отлично но давайте подумаем как тогда из альфа штрих бета мы могли за l шагов вывести v it gt значит а из этого понятно что мы должны сначала раскрыть альфа не терминал поскольку у нас вывод левосторонний мы с вами договаривались что в алгоритме r ли у нас левосторонний вывод то значит из этого мы можем сказать что существует некоторое существует такое некоторое m что из альфа давайте я даже скажу что m и t t это количество шагов вывода будет m это под слово что альфа штрих внимательно выводит слово с итого по mt за некоторое количество шагов равное t из этого можно сразу сказать что t меньше чем l отлично теперь давайте подумаем что у нас происходит с b с b важно сказать что b раскрывается по некоторому правилу грамматики его b выводит гамма и то за один шаг он вводит так и только потом за количество шагов давайте посчитаем в сумме их m это у нас t а в сумме их l это шаг t это один шаг такой значит за m минус за l минус t минус один шаг мы с вами выводим v m g t теперь давайте собирать все в цепочку давайте я сейчас наверное опять же это дерево немножечко мы сделаем для него зум вот для вот этого дерева и так смотрите я немножечко его перерисую значит альфа штрих то есть альфа у нас смотрите теперь становится альфа штрих бета раз теперь за t шагов мы получаем здесь v и m за один шаг мы получаем с вами гамму и за l минус t минус один шаг мы получаем v m g вот такое вот продвинутое дерево появилось и теперь давайте посмотрим напишем тут два свойства которые нам в итоге позволят сделать операцию complete смотрите первый раз значит давайте я покажу вам под деревья под которые мы будем писать это все первое под деревья это вот такое вот раз и вот этот вот кусочек два что мы имеем мы имеем что из штрих за к шагов за к шагов мы выводим в 0 и а пси и за из альфа штрих мы за т шагов выводим в и м в итоге для пары для тройки м запятая к плюс т и т мы имеем по предположению индукции что следующая ситуация а стрелочка альфа штрих точка альф б бета и принадлежит dm это раз дерево которое нас интересует а вот теперь смотрите внимательно второе дерево которое нас интересует оно интереснее это дерево вот такого вот типа давайте я покажу нет плохо обвел вот оно вот это дерево у нас интересно значит давайте напишем внимательно тут нужно это все аккуратно проделать. Значит, смотрите, из-за штрих мы выводим за какое количество шагов сейчас мы посчитаем V0M B βψ Давайте считать количество шагов. Здесь количество шагов К, здесь 1, Т. То есть у нас здесь К плюс Т плюс 1. Шаг, мы получаем этот вывод. И из гаммы мы с вами за L минус Т минус 1 шаг, выводим V, N, G, T. При этом у нас B, стрелочка гамма, правило нашей грамматики. И из этого предположения, из этой штуки, по предположению индукции, но для параметра смотрите G, потом у нас параметр идет с вами А, К. Так, стоп, давайте скобочку уберу. К плюс Т плюс 1 плюс L минус Т секундочку К плюс L плюс А, L минус Т минус 1 я немножечко замельчил L минус Т минус 1 выводится И давайте третий параметр, который нам важен L минус Т минус 1 Давайте сравним его с парой G, К и К плюс L точнее G, К плюс Л и L мы замечаем, что вот это слагаемое у нас равняется вот этому слагаемому а вот это слагаемое меньше, чем вот это слагаемое поэтому мы с вами вправе осуществить индукционный переход и какой же у нас с вами получается B стрелочка гамма точка M принадлежит дожитому я его введу это раз но то есть это давайте я даже помечу, что это у нас с вами было зеленое дерево а вот это у нас с вами красное дерево мы разбирали и так ну и смотрите что у нас получается у нас получается, что из аст альфа точка B бета и принадлежит D а здесь тот же самый индекс но он совпадает и здесь мы правило заканчиваем из этого мы можем сказать, что применяя комплит мы получаем следующую вещь что у нас правило а стрелочка альфа штрих бета точка бета и принадлежит дожитому но опять же вспоминаем что это у нас с вами альфа да, покажу значит получаем альфа и индукционный переход у нас с вами доказан в этом случае то есть идея рассмотреть одно правило вглубь да, то есть посмотрим как бета у нас раскрывалась теперь мы с вами для разбора третьего случая в котором альфа у нас с вами пустое слово сделаем ровно то же самое только наоборот мы возьмем альфа который раскрывается пустой символ и посмотрим как оно выявилось давайте это сделаем итак третий случай альфа равно пустое слово так и в итоге смотрите здесь мы даже не будем с вами раскрывать дерево внутрь нам это не интересно раскроем сразу дерево снаружи давайте я сначала перепишу оригинальное дерево в нулевое и а пси и только после этого у нас за один шаг раскрывается сразу бета да, то есть тут у нас количество шагов равное нулю давайте поймем как это правило было получено для этого рассмотрим как получилось как мы могли получить а ну давайте напишем что а могло получиться применив какое-то правило принадлежащее грамматике в итоге значит у нас получается такая цепь из-за штрих мы выводим некоторый контекст который нам важен давайте я напишу что мы должны выводить в 0m поскольку у нас вывод левосторонний то мы должны были сначала раскрыть какое-то количество правил потом мы раскрываем правило b и у нас появляется контекст пси-штрих это раз давайте предположим что мы это сделали за т шагов да, то есть вот это вот это и вот это у нас с вами предположение предположение потом за один шаг мы раскрываем с вами правила грамматики то есть мы пишем что это v 0m гамма a delta psi штрих да потом нам нужно потратить какое-то количество шагов для того чтобы раскрыть гамму потому что у нас вывод левосторонний и мы раскрываем с вами гамму то есть у нас получается v 0m v mg а delta psi штрих при этом давайте посчитаем за какое количество шагов мы выводим гамма mg mg если смотрите в сумме нам дается k операций то есть вот эта операция плюс вот эта операция плюс вот эта операция дает сумме k действий то вот это действие мы выполняем за k-t-1 шаг ну теперь давайте смотреть еще раз нарисую дерево то есть наверное даже не надо дерево давайте все-таки нарисуем чтобы было понятно то есть у нас получается с вами что s-штрих за k-t-2 шагов вывел v 0m b psi штрих потом за один шаг мы выводим гамма альфа дельта потом за k-t-1 шаг мы с вами выводим v m-g-t и теперь смотрите какие правила мы можем с вами применить для перехода к индукции значит это раз и вот это два то есть вот этот вот кусочек что из гаммы мы выводим вот теперь смотрите что мы получаем мы получаем с вами что давайте еще раз перепишем это все что из s-штрих за t шагов мы выводим v 0m b psi штрих потом из гаммы за k-t-1 шаг мы выводим v m-g и теперь смотрите внимательно за какое предположение индукция у нас с вами работает для какой тройки здесь тройка g но она собственно у нас не меняется здесь нам нужно сложить количество действий которое было здесь и здесь это k плюс так давайте я напишу вот так t плюс k-t-1 и здесь у нас количество шагов равное k-t-1 сравним с тем что мы хотим получить с тем что у нас в базе g количество шагов здесь внимательно k плюс 0 шагов потому что из альфа пустое слово выводится за 0 шагов и здесь у нас количество шагов равное 0 и замечаем что вот эту штучку у нас с вами равняется k-1 а вот эта штучка равняется k поэтому мы можем сделать предположение индукции то есть по предположению индукции у нас получается что правило b стрелочка гамма точка альфа дельта и давайте посмотрим m принадлежит дожитая раз раз отлично то есть m вот это у нас правило есть а теперь второй факт который нам с вами нужен это то что a стрелочка бета у нас лежит грамматики из этого получается что у нас с вами альфа стрелочка точка бета g ой точка смотрите я тут ошибся давайте я немножечко подправлю здесь у нас везде позиции не g а и ты были но тут у нас везде и равно g поэтому мы с вами могли бы применять как это и так и g давайте и равное g здесь тоже и равное g то есть у нас получается с вами альфа стрелочка точка бета g принадлежит дожитому дожитому да а теперь смотрите это у нас работает по правилу предикт по правилу предикт а смотрите что мы хотели с вами получить мы хотели с вами хотели что из а стрелочка эпсион точка бета и тут важно понять что на самом деле мы хотели g принадлежить дожи так как ки равно g ну собственно мы это правило и с вами и получили таким образом давайте мы с вами еще раз подытожим что у нас получилось у нас с вами получилось что мы доказываем переход индукционный с смотрим по последнему символу который у нас получается из альфа из альфа появляется не терминал терминал тогда это у нас правило скам а это у нас правило комплит а эпсион это правило предикт таким образом рассмотрев три случая тут надо очень аккуратно где-то просто посмотреть внимательно где-то нужно было посмотреть как мы раскрываем этот не терминал а где-то посмотреть как мы получаем этот не терминал таким образом мы теперь с вами можем сказать что индукционный переход в итоге доказ вот теперь давайте мы с вами немножечко с вами поговорим по тому какая у нас с вами сложность алгоритма early потому что я тоже немножечко замял этот момент в лекции и хотелось бы его дополнительно рассказать сложность алгоритма early итак смотрите значит мы поняли с вами что нам надо каким-то образом эффективно хранить ситуации альфа давайте предположим что у нас какой-то символ тут x стоит причем x у нас может быть трех типов альфа x.b ит принадлежит джитая значит джитая мы будем с вами хранить в массиве то есть у нас получается d отжитая и будем хранить позицию x которая здесь есть и здесь у нас будет получаться будут лежать все правила вида альфа x.b и и то есть вот такие все ситуации у нас будут лежать допустим тут еще могли быть какие-то наборы ситуации теперь давайте внимательно оценим чему может быть x то есть у нас может быть x это сейчас секунду давайте напишем вот так все-таки вот так то есть следующий все-таки символ нам нужно уметь стрекать следующий символ вот так вот у нас может быть три варианта x равно a где a это символ алфавита x равно a где a это некоторый не терминал да тут дублирование понятий но я думаю понятно что это другие а и третье это x это символ конца слова и в принципе тогда мы можем достаточно эффективно с вами обращаться для того чтобы делать операцию там скан предик комплит почему смотрите значит тут что мы можем сразу сказать давайте правила будем хранить тоже таким образом то есть у нас g от a будет хранить все правила начинающиеся с a то есть это правило вида a стрелочка beta теперь смотрите что получается значит операция скан как у нас работает нам нужно взять на самом деле если у нас vg t равно a то нам надо просто взять d получается g t и a и просто передвинуть все символы и put v d g плюс 1 но надо для каждого правила уметь эффективно смотреть на следующую на следующий символ я думаю если это реализовать в классе грамотно в классе в виде массивчика там в виде списочка это спокойно можно сделать за вот единицы времени поэтому мы сразу с вами понимаем что эта операция нам с вами обходится за мощность количества правил грамматики давайте вот так напишу потому что нам надо просто взять gt символ взять смотрите все все позиции a и эффективно перебрать только не давайте вот так напишу что это все таки будет мощность вот такая d gt a t то есть это количество символов которые у нас с вами находятся потом мы будем детальнее разъяснять теперь смотрите операция предикт что мы хотим с вами операции предикт напоминаю что у нас есть а стрелочка альфа точка b бета и принадлежит джи т и бета стрелочка гамма принадлежит правилам грамматики то есть нам надо посмотреть смотреть с вами в d gtb и gb ну и тогда мы эффективно с вами это достаточно все обсмотрим опять же и комплит что у нас с вами получает здесь а стрелочка альфа точка бета бета к принадлежащий некоторому дитому здесь b стрелочка гамма точка и принадлежит джитому нам надо эффективно трекать все такие позиции ну давайте смотреть здесь у нас это множество получается d и бета d и b а здесь у нас получается с вами d g доллар то есть это символ конца слова вот то есть все такие штуки мы можем с вами эффективно трекать а давайте оценим чему у нас асимптотика о джит мощность джит равняется утверждением что это джи плюс один умножить на модуль гамма где модуль гамма это сумма всех длин правых частей правил да действительно почему это так потому что на самом деле в у нас любое правило а стрелочка альфа точка бета и которая лежит в джитом здесь и меняется от нуля до джи а точку можно поставить везде в о от джи местах о о от модуль джи мест вот отлично теперь давайте оценим сверху скан в итоге у скана асимптотика получается у нас с вами о от модуль дж это сверху то есть это о большое а давайте оценивать достаточно в тупую это модуль модуль в на модуль g я думаю что здесь можно точнее поставить посмотреть на самом деле те правила в грамматике в которых у нас есть символ а то есть на самом деле здесь можно даже написать что это будет не давайте не будем оценивать давайте просто скажем что это вот такая величина тут пока что точнее не хочется оценивать теперь давайте посмотрим в операцию predict что у нас с вами происходит в операции predict значит тут мы можем с вами сказать что у нас добавляется правило b стрелочка b b стрелочка точка гамма g принадлежит дж этому да то есть давайте даже точнее скажу что мы должны посмотреть еще и правило a стрелочка альфа точка b бета и принадлежащие дж ну давайте подумаем за какое время мы можем с вами осмотреть все такие множества ну у нас с вами тут перебирается во первых и то есть у нас здесь и перебор и вот эти все точки тоже перебираются ну и в итоге мы с вами получаем о большое от модуль джитова ну что сверху мы тоже можем оценить как о большое от модуль в на модуль гамма и осталась операция комплит тут самое интересное смотрите значит здесь нам нужно смотреть во первых нам нужно посмотреть в д житая доллар это раз здесь у нас каждый джитая доллар указывает на некоторую позицию и и выплевывает некоторую пару терминал b раз а здесь мы потом смотрим vd и tb ну давайте прикидывать а сколько у нас тут получается значит здесь в правиле и джитая я могу с вами сказать точно что это будет вот так вот такие вот вот эта мощность вот этого множества у нас состоит с вами о большое от количества правил грамматики да потому что у нас точка всегда стоит в конце умножить на g ну на модуль g плюс 1 тут давайте скажу потому что и у нас может пробегать любые позиции вот а вот здесь у нас с вами уже получается интереснее потому что позиции и позиции b то есть тут вот здесь вот у нас еще с вами может добавиться о большое от модуль дитова потому потому что у нас по сути это здесь у нас с вами идет оценка сверху и тут нужно очень аккуратненько все все в соответствии поставить причем смотрите внимательно это такая важная особенность что по сути здесь для каждого вот эту вот штуку мы можем избавиться то есть давайте я напишу точнее симптотику это получается o от модуля p на мощность d0 потому что если мы указываем i равное 0 то мы получаем что мы переходим в множество d0 нам нужно оценить эту штуку плюс количество правил на модуль d1 плюс и так далее плюс количество правил умножить на мощность множество dj ну и тогда смотрите что у нас получается o большое от мощности количество правил умножить на длину слова давайте сверху оценим количество g сверху длиной слова умножить на мощность dj это получается длина слова w на количество правил грамматики на количество правил грамматики ну на суммарном количестве правой части правил как мы обозначили, модуль G. Ну и это получаем мы с вами O большое от модуль V в квадрате на модуль G в квадрате. Итого, заметьте, что мы это делаем для каждого G-того. Поэтому, итого, у нас асимптотика алгоритма получается с вами O большое от модуль V в квадрате модуль V в кубе, точнее, на модуль G в квадрате. Вот, то есть алгоритм является не очень эффективным, но если точнее посмотреть оценки асимптотик и заметить, что на каждой стадии мы не делаем, мы добавляем не более, чем в C правил, если то асимптотика будет 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 уже O большое от количества слов в квадрате. Ну там на эту константу домножим. Вот. При этом считаем всегда, что количество правил грамматики либо суммарная часть правой, суммарная длина всех правочастей грамматики это константно, потому что на самом деле все эти истории происходят на стадии компиляции. Если вы посмотрите и дадите какие-то комментарии по этой части, будет отлично. Вот. Ссылочку на доску я прикреплю в комментариях. Всем спасибо. Наша лекция 9 и 3 четверти подошла к концу. Буду ждать вас всех на следующих лекциях. Субтитры создавал DimaTorzok